Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Позади две недели декабря, но погода пока весенняя. Сегодня местами в Карачаево-Черкесии до плюс 15, но на мой взгляд в декабре хочется снега. Когда мы почувствуем настоящее зимнее настроение? Прогноз синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok Температура ночи минус 1 плюс 1, а днем 7-9 градусов выше нуля. Часто вы смотрите на звездное небо, а вдруг с неба упадет звездочка, и вы загадаете желание, и оно обязательно сбудется. Глядя на ночное небо в ясную погоду, можно видеть, что оно усыпано тысячами звезд, различными по цвету и яркости. Сегодня мы поговорим о тайнах Вселенной. Есть ли жизнь на Марсе? Что такое НЛО? Ответы на эти и другие не менее интересующие и очень интересные вопросы получили школьники 5-й гимназии Черкеска. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. Подобные встречи школьников с сотрудниками специальной астрологической обсерватории на площадке детской библиотеки давно уже стали доброй традицией. Ну а на этот раз поведать детям о тайнах Вселенной приехал старший научный сотрудник Саоран Лариса Варфоломеевна Бучкова. Мероприятие было организовано в рамках года науки и технологий. Такие мероприятия, они очень важны. И я еще раз подчеркиваю, что в нашей библиотеке они проводятся системно. Потому что одна из главных задач детской библиотеки, прежде всего, это приобщение детей не только к чтению книг, но это и формирование интереса к науке, формирование интереса к исследовательской деятельности. Я думаю, что из тех детей, которые сегодня услышали выступление такого интересного человека, как Лариса Бучкова, наверняка заинтересуется не только астрофизика, а наука и вообще. Мы одиноки во всей Вселенной или же где-то на дальних планетах есть цивилизация, о которой нашей земной науке пока еще ничего не известно? На вопрос о вероятности существования внеземных цивилизаций Лариса Бучкова дала весьма интересный ответ. На август этого года известны 3,5 тысячи планетных систем. Найдено 216 планет, похожих на Землю, в космосе. Исходя из этих цифр, мы можем сказать, что в нашей галактике Млечный Путь, в нашей звездной системе, в нашей большой звездный дом, должно быть порядка 100 миллиардов внесолнечных планет. Из них 10 миллиардов могут быть похожи на нашу Землю. Большие цифры. И в зоне жизни может быть половина, порядка 5 миллиардов. Мы не имеем права предполагать свою уникальность, но все очень далеко. Все вот эти вот объекты, от них свет идет десятки, сотни, тысячи, миллионы лет. И очень трудно передавать пример на таких расстояниях. На протяжении встречи, которая шла не менее полутора часов, школьники слушали ученого с неподдельным интересом. Многие задавали вопросы, ответы на которые долго не давали покоя их любознательным умам. Сегодня мы узнали об особенностях строения Солнечной системы, также о том, как зародилась жизнь, о формах жизни, об особенностях планеты Сатурн, Марс, также об их спутниках. И у меня было несколько вопросов, но на них я уже нашла ответ. Помимо небесных тел и тайн космоса, Лариса Варфоломеевна коснулась и вполне земных тем. Она поведала о том, как на нашей планете зарождалась жизнь, какие ее формы есть и какие еще возможны. Ахмат Халкетчев, Алий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Завершается год, и многие подводят итоги своих достижений. Недавно в Москве прошел интернациональный открытый кубок спортивного миксфайта России по такому виду спорта, как спортивный миксфайт. Наши спортсмены Шамиль Бастанов и Азамат Мамаев, воспитанники тренера Марата Алиева, завоевали на этом престижном турнире первые места. И сегодня спортсмены поделятся своими впечатлениями о прошедших соревнованиях. С ними встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Они уже в нашей студии. Вам слово. Доброе утро всем. Доброе утро, Марат. Доброе утро, Азамат. Доброе утро, Шамиль. Марат, не прошло и полгода. Мы совсем недавно в этой компании уже сидели, но правда Азамата не было. И помнишь, после того, как мы вышли отсюда с эфира, Шамиль говорит о том, что едет на чемпионат мира в Москву. А ты говоришь, я вернее спрашиваю, а почему ты не сказал? Ты говоришь, а вдруг они ничего не выиграют? Вот получается, вы все-таки поехали, полетели вернее в Москву и выиграли два первых места. С чем я вас поздравляю. Спасибо. Это очень отрадно и повод у нас по этому сегодня такой прекрасный. Мне бы хотелось узнать, Марат, ты, наверное, начнешь рассказывать, что это был за чемпионат. Это какой-то всемирный кубок, насколько я поняла. Чемпионат мира, всемирный кубок по миксфайту. Рассказывай. Это был интернациональный открытый кубок России по спортивному миксфайту. Международный. Ну, там с разных стран приезжали тоже команды свои. Он проводится каждый год, только вот в России. Вот его первый раз провели в этот раз. И вот ребята стали участниками. Да. Шамиль, ну, рассказывай, сколько поединков у тебя было, как все проходило, полуфинал, финал, с кем ты был в финале, как вообще все было организовано, тем более, если это первый раз. И ты же в первый раз, понятное дело, участвуешь. Ну, да, конечно. Там мы как сразу приехали, в первый день полуфиналы были. И там у меня попался армян. Подрались. В начале второго раунда техническим добиванием выиграл. На следующий день перекинули уже в финал. В финале был дагестанец. Тоже из Дагфайтерс. Хороший такой зал у них. Вот с ним тоже все определенные. В данное время подрались все три раунда. Но в третьем раунде я его тоже добил. Техническим добиванием выиграл. Вот сколько минут шел твой финальный поединок? Весь отрезок. Все три раунда. Это сколько минут? Три по пять там было. Три раунда по пять минут. Вот после того, как ты выиграл, ты понял, что у тебя первое место. Какие первые были мысли? Я вчера только это создал. Я даже не мог поверить. Уже после того, как вернулись домой? За этот год это у тебя самая большая победа? Да, конечно. Азамат. Теперь рассказывай ты, как для тебя все это прошло. Как состоялось? Мне кажется, ты такой спокойный человек на самом деле. И даже я вообще тебя сложно представляю в этой вашей сетке. Большой теме. Да, да. Ну, рассказывай, ты как пришел к этому результату? Ну, как и все, долгими годами страданий и боли. Тренировались. Тренер подготовил меня. До этого вольной борьбой занимался. Пришел в бои уже в институте, уже в сознательном возрасте. До этого родители были против этого всего. На турнир вообще домой приехал. Я в Ставрополе живу. Домой приехал. За месяц до турнира мне сказали, такой-такой турнир. Тренер сказал, газуй, тренируйся, подготавливайся. Главное, тренер сказал. А как долго ты готовился, если ты сейчас занимаешься совсем другим делом? В Ставрополе я тоже тренируюсь. Домой просто приехал, уже начал вес гонять. Вес 15 килограмм пришлось гонять. И просто очень долгий был у меня в соревновательном опыте. Подготовились, зарядились, поехали, выиграли. 15 килограмм за какой срок? Две недели, да, по-моему? Да, две недели. Не кушал? Не кушал, конечно, просто. Мало? Овощи, вода. Ужас. А как так драться? Постанавливаемся витаминами. Ну, кто был твоим соперником? Первый соперник у меня был представитель Пакистана. С ним подрались буквально один раунд. Он на второй раунд отказался выходить. У него нога отсушилась, так скажем. Второй бой у меня был с поляком, представителем Польши. С ним мы прошли весь отрезок. Там единогласным решением по веду мне присудили. И в финале тоже представитель Дагестана был. Тоже вот младший брат шаминого соперника, родной. Он мастер спорта по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо. То есть уровень такой достаточно высокий. Мне даже после турнира начали писать, ты его выиграл, ничего себе. Ну, то есть известный такой спортсмен. Да, да. Ну, там оба родных брата были. Один вот мой тоже, Fight Nights. Известные. Да, Fight Nights, профессиональный боец. 7-0 у него рекорд профессиональный. И вот на нас они попали. То есть вы таких сильных, сильных спортсменов одолели в этот раз? Мы об этом просто не думали, когда выходили. Мы даже не знали об этом. А вот впечатления какие, Азамат, у тебя от самого вот этого турнира, кубка? Мне больше понравилась организация. Редко так организовывают турниры на таком высоком уровне. Так, чтобы еще и бойцы были на таком высоком уровне. Все хорошо, все прекрасно. Ну, если учитывать, что вы завоевали первые места, конечно, все хорошо. Вы просто большие молодцы. Марат, я думаю, в этот раз ты доволен своими воспитанниками? Ты же обычно с ними очень суров? Да, я тоже только в себя прихожу. Первые международники у меня. Тем более им мастеров спорта присвоили там по итогу. А, кстати, да, вот я вижу удостоверение, они мастера спорта теперь. Да. По результатам вот этого кубка. Да, да, да. Ну, я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Куда будете сейчас готовиться? Ну, пускай сами расскажут, куда они. Наверное, в этом году мы уже. Немножко будете отдыхать? Да, уже в этом году мы отстреляли, думаю, уже отдыхаем. И уже с январа, февраля, уже думаю. У меня был назначен бой на декабрь. Его отменили. И уже, думаю, со следующего года будем. А вы по результатам этого кубка не попадаете в сборную? Или такого нет в вашем виде? Они отбор прошли ранее на этот турнир. Просто из-за вот этого ковида один год выпал вообще. И вот его только провели. Отбор они прошли ранее. Здесь отбор в КЧР проходил. Был кубок ЮФО. И заодно отбор был на этот чемпионат. Марат, скажи, а у тебя мастера спорта до вот этих ребят были? Мастера были, да. Он же по панкратиону мастера выполнил тоже. А так и мастники только у меня были. Теперь ваши соревнования будут в следующем году. Пока просто тренируйтесь. У Азамата еще в декабре. У меня декабрь плотный. Сейчас каждую неделю турниры. 7 декабря армейский рукопашный бой. 15 мастерский турнир в Нальчике. И 25 декабря тоже рукопашный бой в Ставрополе. Ну, я думаю, ты уже немножко можешь выдохнуть. Это будет немножко, наверное, другой уровень. И, естественно, я желаю вам новых побед. Спасибо. Просто поздравляю с такой оглушительной победой. Так держать. Вы просто молодцы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Оружие, украшения, бытовые предметы. Более чем полутора тысячелетней давности. Все это можно увидеть на новой экспозиции Республиканского музея. Примечательно, что многие артефакты раннего оландского периода представлены на выставке впервые. С подробностями Шерифат Лепшокова. Тема выставки оландской культуры ранней средневековья. Около 200 предметов, свидетельствующих о жизни и быте древней цивилизации. Как это казалось бы, обычная кружка. Но ее форма с причудливым носиком стала прообразом современной, которую широко используют в здравнице для питья лечебно-минеральной воды. А этот кусочек зеленой ткани напоминает не только о Великом Шелковом пути, который проходил через нашу республику. Но это еще и фрагмент знаменитой сцены охоты персидского царя Бахрама Кура. Всего в мире сохранились три такие части. И одна из них в нашем Республиканском музее. Натуральные краски, изготовленные византийскими мастерами, позволяют даже спустя тысячу лет различить цвет шелковой ткани. Также на выставке представлено много изделий из бронзы, все еще представляющих загадку для ученых. Как известно, бронза состоит из сплава меди и олова, залежи которых есть в нашей Республике. В музее говорят, для получения нужного материала Аланы могли использовать и мышьяк. Так на выставке посетители ожидают немало интересных экспонатов. Нам приятно показать то, что для нашей Республики уникально новое и демонстрируется впервые. Особо мы хотим отметить, что выставка – это для нас возможность внедрять в музейную работу современные технологии. Уже в ближайшее время здесь будет возможность использовать аудиокиды, дополненную реальность демонстрируем, как можно использовать. То есть современные технологии, они приходят в музейную жизнь Карачаева-Черкесии благодаря таким проектам. Помимо таких технических нововведений, которые диктует нам современность, есть и системные важнейшие задачи. Мы сейчас прорабатываем возможность и проект создания фонда-хранилища. Это главная задача для Карачаева-Черкесии. Проект большой. Часть из представленных артефактов была найдена вдоль реки-урочища Байтал-Чапхан между Озер-Гутинским и Хабейским районами. Находки лучше слов говорят о бытии и культуре Алан. Так местную черно-лощеную керамику, изготовленную особым способом, ценили далеко за пределами Алании. Заведующий сектором археологии музея Магомед Ижаев говорит и о завезенной продукции. Тогда Кубань была судоходной, и корабли с товаром шли сюда из Азова и Анапы. Многие народы как-то связаны с Аланами, и они действительно связаны. Десятки народов в Евразии, от Китая до Северной Африки, включая европейскую часть, западную Европу. Аланы где-то побывали какое-то время и везде оставили свой след. Как бы они не расселялись по всему материку, вот оставили свой след. И до сих пор остаются слова Аланы, в Карачаевце, балкарцев, как сама обращаются друг к другу. На выставке можно увидеть и украшения, датируемые ранним аланским периодом. Здесь и зеркала, и антарные бусы. Аланы вели торговлю с Балтикой, а также стеклянные браслеты, выполнявшие практическую функцию. Знатные аланские женщины придерживали ими широкие рукава. Но в первую очередь аланы славились как воины, поэтому на выставке представлено множество разных видов оружия. Это и короткие мечи, стремя еще не было изобретено, и такая длина оружия позволяла всаднику легко орудовать им в бою. А также сложные составные луки из кости, кожи и дерева. Аланским оружейникам это тоже было по плечу. А недавно в Архызе на Лунной Поляне были найдены железные копии тысячелетней давности. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня я вам предлагаю очередную порцию забавного видео. О своем котике нам рассказал наш коллега, телеоператор Магомед Козбаев. Пушок живет в юбилейном, и он очень любит смотреть мультфильмы. Самый любимый три кота, и любимый герой Пушка – компот. Сам он драчун, и Пушок решил вступить с ним в поединок. Немного встрепенул компота, но все целы и невредимые. Просто Пушок весело проводит время. А в Черкесске живет многодетная или многокошачья, может, семья. Папа – кот, мама – кошка, и их дети – три котенка. Пока они резвятся, мама – кошка решила отдохнуть. Самый активный Рыжик показывает свою силу и ловкость. Все они очень мило проводят время. Ну, а хозяйка наблюдает за своими любимцами, и только радуется, что в ее доме поселилась вот такая забавная семейка. Оказывается, кошки тоже ходят в магазин за продуктами. Милый веслоухий кот пришел в продуктовый магазин. Видимо, чтобы посетители угостили его чем-нибудь вкусненьким. Он долго сидел и наблюдал, но все проходили мимо. Недолго думая, нахмурив брови и усы, Котик решил уйти из магазина. Видимо, был не его день. Если у вас есть забавное видео о своем питомце или у вашего соседа, может, необычно мычащая корова, а может, у кого-то говорящий попугай, присылайте нам в директ. Инстаграм Вести Карачаева Черкесия свое видео, и мы обязательно расскажем и покажем. Сегодня в России День Медведя. Этот праздник не случайно появился в календаре, ведь медведь считается символом России за свою силу и мощь. И к тому же он встречается во многих сказках, и его очень любят и дети, и взрослые. Несмотря на то, что Мишка косолапый, он великолепный артист, легко поддается дрессировке и выступает на манеже цирка. Сегодняшняя дата для медведя выбрана не случайно. Принято считать, что именно 13 декабря все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны. Наверное, и люди уже бы погрузились в спячку. И не только на январские праздники, но можно и до весны. Но впереди у всех предновогодние хлопоты. Так что тем, кто только проснулся, доброе утро. Далее. Телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева Черкесия. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok